Добрый вечер! 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 расскажу. Сейчас, как я и говорил, идет компания по начислению и уплате имущественных налогов. К данной категории налогов относятся налог на имущество с физических лиц, транспортный налог с физических лиц и земельный налог с физических лиц. Налогоплательщиками, как я уже говорил, являются физические лица, это собственники данных объектов, то есть, например, если по налогу на имущество с физических лиц, это квартиры, гаражи, дачи, иное имущество, находящееся в собственности, на праве собственности. В отношении транспортных средств, это транспортные средства, то есть, автомобили. В отношении земельных участков, это земельные участки. Соответственно, эти налогоплательщики должны будут уплатить соответствующие налоги. Сколько всего плательщиков налога? На сегодняшний день мы исчислили налоги в отношении, допустим, если по налогу на имущество с физических лиц, в отношении 66 тысяч налогоплательщиков, на сумму порядка 328 миллионов рублей. И в отношении транспортных средств, это порядка, извиняюсь, я перебьюсь, в отношении транспортных средств, да, вот мы начислили в отношении 66 тысяч на сумму 320 миллионов рублей. В отношении налога на имущество по 141 тысяч физических лиц было начислено порядка 205 миллионов рублей. И по налогу на имущество с физических лиц, это 9,5 тысяч физических лиц на сумму порядка 46 миллионов рублей. В общей сложности мы исчислили в этом году 570. На сегодняшний день, с учетом перерасчетов льгот, они постоянно, налогоплательщики, как бы к нам обращаются, на сегодняшний день эта сумма составляет, в общем, 573 миллиона рублей. Ну и надо отметить, что налоги тогда мы платим все-таки за прошлый, за 2016 год. Да, да, да. Уплата налогов, да, уплата налогов производится за 2016 год. То есть в этом году срок уплаты, ну я уже плавно, да, перейду к сроку. Да, 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 да. Самый главный вопрос, который всех волнует. Очень напомнить налогоплательщикам нашим уважаемым, что срок уплаты в этом году имущественных налогов, он является 1 декабря 2017 года за 2016 год. Вот, соответственно, как бы все налогоплательщики при получении уведомления должны будут оплатить данную сумму до 1 декабря. А они же платили до 1 октября, да? Вот, на ваш взгляд, как было лучше, топнее? Ну, знаете, мне сложно сказать, да, но по моему мнению, да, вот, если срок был 1 октября, был вроде как более подходящий для налогоплательщиков, да, в плане финансовых возможностей, да. Да, протянул до 1 декабря, а там Новый год на пороге, уже денег нет. Но, к сожалению, законодатель как бы установил, наверное, ему виднее, когда деньги должны поступать в бюджет. Мы как бы это не оспариваем, соответственно, наша задача проконтролировать своевременность и уплаты налогов в бюджет. Вот вы в самом начале программы сказали, что кто-то, может быть, не получил уведомления, вот пришли в налоговую инспекцию, да. Многие еще до сих пор удивляются, что уведомления, вот эти конверты, письма счастья приходят из Санкт-Петербурга. Давайте поясним, почему. Чтобы никто не пугался, почему это происходит. Ну, уже на самом деле давно инспекция не направляет так называемые письма счастья, да, которым начисление имущественных налогов занимается. На самом деле рассылкой таких уведомлений занимается федеральное казенное учреждение подведомственной федеральной налоговой службы, налог сервис, которая также находится и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Московской области, которые централизованно, вот если Санкт-Петербург, то они централизованно направляют не только по городу Череповцу, да, они еще направляют в целом по северо-западному региону, да, то есть вот эти масштабы, да, можно оценить, скорее всего, что может быть какие-то и есть некие, да, заминки, но хочу уверить налогоплательщиков, что в соответствии с налоговым кодексом все налогоплательщики должны получить налоговые уведомления за месяц до срока уплаты, то есть до 1 ноября налогоплательщики должны бы получить все уведомления, да, и, соответственно, в течение месяца распланировать свои расходы и спокойно заплатить до 1 декабря. А если нет, если до 1 ноября вдруг по каким-то причинам? Бывают, да, разные причины, может, технического плана и прочее. Значит, мы рекомендуем налогоплательщикам обратиться непосредственно к нам в инспекцию, мы распечатаем дубликат данного уведомления, и налогоплательщик спокойно сможет исполнить свою обязанность по оплате налогов. Ну, то есть не надо все-таки сидеть и ждать это письмецо? Я думаю, что нет, но вот как из практики, сейчас налогоплательщики обращаются через сервис личный кабинет, все уже спрашивают, где же, когда же мы получим наше уведомление, все хотят досрочно погасить, ну, и уплатить налоги. И спать спокойно. И спать спокойно, да, совершенно верно. Вот, соответственно, как бы, мы считаем, что пока, ну, преждевременно волноваться, время еще есть, как минимум полтора месяца, соответственно, ну, если вот в ноябре месяце не поступят, то мы просим обратиться к нам. А в личном кабинете данные уже все есть? То есть можно было заходить и... Да, в личном кабинете уже вся информация выгружена, значит, налогоплательщики, которые подключены к личному кабинету, они могут уже оттуда распечатать себе уведомления с квитанцией, и, соответственно, даже оплатить, в принципе, в онлайн-сервисе, там, оплатить налоги и спокойно, как бы, без проблем. Да, я думаю, что мы еще поподробнее расскажем о как раз интернет-сервисах, потому что это действительно удобно, и приходит уже и сумма, и все на свете тебе напоминает в интернете обо всем, друзья. Так что... Итак, номер смс 2420, пишите в начале смс мэр, пробелы, далее вопрос стоимости этого сообщения 1,70 рубля. И вопрос пришел нам про ближайшие выезды налогового офиса. Когда и куда? В том году даже выезжали на какие-то предприятия. Планируется ли в этом году? Ну, соответственно, да, вот сами мы уже начали, как бы, передачу с того, что у нас активная пора, да, и мы пытаемся также, соответственно, активно поработать в этот период, уведомить всех налогоплательщиков, да, охватить достаточно много наших граждан, чтобы все были в курсе, помочь, как бы, оплатить мобильно, да, эти налоги. Соответственно, мобильный налоговый офис выезжает и на территории предприятия, на крупной территории предприятия. Кроме того, соответственно, конечно же, он работает и в городе. И сейчас у нас вот на октябрь месяц это понедельник и вторник запланированные выезды до конца месяца. Следующий месяц у нас будет понедельник и среда выезды. Да, я, кстати, очень рекомендую заходить на официальный портал города www.chorinfo.ru Там все эти графики всегда есть. Да, мы все графики размещаем на интернет-страницах, в городе, на сайте ФНС России. И, как бы, вся эта информация есть, доступная, в принципе, налогоплательщикам. А в мобильном офисе можно получить абсолютно всю информацию? То есть как физическому лицу, так и индивидуальному предпринимателю? В части уплаты имущественных налогов, да. То есть и заплатить, и разобраться с какими-то проблемами в случае, если какие-то есть неточности по начислению, и налогоплательщик не согласен с этим, то да. Ну что ж, я предлагаю сделать небольшую паузу на волне Авторадио. Мы совсем скоро вернемся в эфир программы «Городская среда». Друзья, готовы все ваши вопросы, тема актуальная. И продолжаем эфир. Тема актуальная. Продолжаем эфир в интернет-трансляции. Еще раз напомним нашим интернет-пользователям, что сегодня у нас в гостях заместитель начальника АФИНС номер 12, Виктор Машинский. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Их немного, но они есть. Вот Геннадий Максимов спрашивает. Являюсь частным предпринимателем, все зарегистрировано по правилам, плачу регулярно. Прошел слух, что льготные ставки и налога в Череповце могут отменить. Так ли это? Вероятно, это про заморозку какую-то ставок. Вчера пришла информация. Здесь немножко не касается. Мы сегодня говорим об уплате имущественных налогов. В части бизнеса, насколько я тоже владею информацией, там немножко другая история. Поэтому, если налогоплательщик интересен, мы этот вопрос отдельно ему, как бы, на него ответим, распишем им более подробно. И опять же, я скажу, что на официальном сайте как раз есть эта информация. Можно зайти и посмотреть. Пока эта информация, она принята, да, на уровне, как бы, еще на таком. Решение принято, но официально оно еще не закреплено, скажем так. Но мы, как правило, эти вопросы контролируем уже, как бы, да, как исполнительный налог. Евгения написала, скажите, пожалуйста, почему такая муторная стилистика автора, оставляя регистрацию личного кабинета на сайте налоговой и ждать потом еще каких-то паролей по почте, ввести их надо. Оказывается, в течение ограниченного времени по итогу неудобно получается, приходится все равно идти в налоговую. Ну, к сожалению, порядком, который предусмотрен на Федеральной налоговой службе, да, соответственно, необходимо прийти в инспекцию, получить пароль. Это связано с безопасностью данных налогоплательщиков, поэтому здесь я все-таки, как бы, рекомендую это сделать, получить пароль. И, соответственно, в течение 30 дней необходимо активизировать, да, личный кабинет для того, чтобы пароль, да, не заводинился. Действовал. Действовал, да, потом в будущем, и не надо было бы приходить снова в инспекцию, получать новый пароль. Ну, в конце концов, это же такое долгосрочное мероприятие. Да, и потом очень удобно. Да, да, да. Потом, в принципе, налогоплательщик, когда получает данный пароль, первый пароль, он, в принципе, его может поменять, да, дабы, если, может быть, какие-то сомнения у него есть, потому что генерируемый пароль, да, он сразу же при входе меняет на свой пароль, и, соответственно, потом уже и личный кабинет работает без проблем, да, и налогоплательщик пользуется своими уже персональными, так скажем, данными. Спасибо. Анатолий Аполлонов. Ну, вот мы уже поговорили про мобильный офис, тем не менее, у товарища есть вопрос. Не очень удобное время жаруется он, иногда обозначено, что машина стоит у Алмаза, а по факту на парковке у самой налоговой. В чем смысл тогда? Есть вторая часть вопроса, но я тогда попозже ее задам. Есть некие технические проблемы, в связи с этим нам, ну, просто мы вынуждены для того, чтобы, потому что мобильный офис, это все-таки техника, которую не просто она в гараже стоит, загнали и выгнали, это целое мероприятие, запланированное мероприятие для того, чтобы, как минимум, этот, так скажем, рейд не был в пустую, да, в связи с тем, что возникли какие-то технические проблемы. Нам просто вынуждено, как бы, да, располагать мобильный офис возле налоговой инспекции, ну, даже, вот, грубо говоря, банально в плане электропитания, да, поэтому приходится иногда запитываться от инспекции, с чего грех отель, вот, чтобы работало и налогоплательщики все-таки смогли исполнить свою, как бы, обязанность по уплате налогов. Ну, помочь-то реально и налоговикам, и налогоплательщикам, да, вот, постоянно у нас идет информация о том, что за такой-то месяц с помощью мобильного налогового офиса собрали прям какие-то миллионы рублей. Ощутимо? Ну, мобильный налоговый офис, конечно же, полностью бюджет не пополняет, но за счет него, то есть, как бы, да, дополнительные поскупления денежных средств налогоплательщики могут уплатить, ведь не только как текущие платежи, а и за должность какую-то, которая образовалась там за предыдущие периоды. Поэтому это удобно для налогоплательщиков, я считаю, что да. Ну, кстати, сказать еще, наверное, надо, что не так много там, не так часто люди собираются в очередь, поэтому вот как раз, когда что-то надо выяснить, так, действительно, по дороге на работу или куда-то зашел, ну, паспорт надо иметь с собой. Да, очень удобно и очень просто. Я первый раз, помню, ходила, мне даже из интереса стоит автомобиль, заходишь туда, там окошечко, все садишься. Все красиво, все достойно. Так, и вторая часть вопроса от Анатолия Аполлонова. Кто имеет право на льготу по транспортному налогу? Только пенсионеры, спрашивает он? Нет, по транспортному налогу имеют право льготы не только пенсионеры, это участники, да, как бы, боевых действий, участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, достаточно перечень такой обширный, вот, поэтому пенсионерами не ограничивается этот перечень. Угу. И заявительный характер ведь, да, вот если ты был не пенсионером и буквально перешел в разряд, надо сразу бежать с заявлением к вам. Да, на сегодняшний день у нас, как бы, заявление на льготу, ну, в смысле, получение льготы является заявительным характером, то есть налогоплательщику необходимо все-таки написать заявление и обратиться к нам для того, чтобы мы эту льготу ему предоставили. Ну что, я предлагаю продолжить уже в радиоэфире, мы возвращаемся буквально... Интернет-пользователи остаются с нами, да, 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 и продолжаем также в радио буквально через полминуты. А пока немножко можно потанцевать. Продолжается в эфире авторадио на 101.2 FM программа «Городская среда». Напомню, у нас в гостях заместитель начальника ФНС номер 12 Вологодской области, Вологодской области по Череповцу и району Виктор Машинский. Продолжаем задавать вопросы. Друзья, вы можете, помимо того, что присылаете смс, также звонить на номер 507-717 и задавать все интересующие вас вопросы. Очень даже удобно. Да, впереди еще 35 минут эфира есть, так что пользуйтесь. Прямо сейчас. Я предлагаю только по нашей традиции чуть-чуть немножко повторить ответ на вопросы, которые услышали только интернет-пользователи по транспортному налогу. О льготах кто имеет и кому надо заявлять обязательно, потому что за него это не сделают. И вот кто не написал заявление, став пенсионером, да, он получит уведомленица. И придется заплатить налог, а потом-то он вернется. Потом, конечно, вернется, когда налогоплательщик напишет заявление, да, с предоставлением подтверждающего документа, ну, допустим, это пенсионное удостоверение. Соответственно, инспекция сделает перерасчет и образуется переплата, и налогоплательщик может вернуть данную переплату себе обратно на расчетный счет или на счет, который он укажет в заявлении. Прекрасно. И еще, да, скажите, кто же еще имеет, кроме пенсионеров, льготу на уплату транспортного налога? Ну, кроме пенсионеров у нас перечень расширен, ну, он достаточно большой перечень, да, ну, например, такие, как ветераны Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, участники ликвидации Чернобыльской катастрофы, да, ну, в общем, перечень достаточно большой. Если налогоплательщиков очень, как бы, ну, интересует конкретно, да, вот, может быть, я какую-то категорию пропущу, на сайте Федеральной налоговой службы есть сервис, в котором можно посмотреть ставки и налоговые льготы по конкретному налогу, перечень этих льгот. Вообще хорошая штука интернет. Так у нас все можно там посмотреть, да? Раз, три секунды, вот тебе, пожалуйста. Ответ на любой вопрос практически. Самое главное, в этих формулировках же все понять. Особенно в налоговых формулировках. Сайт Федеральной налоговой службы, он достаточно такой, да, вот, продвинутый в части доступности информации для налогоплательщиков. Это не открыт налоговый кодекс, да, где ничего не понятно. А когда вот открываешь информацию, которая размещена там, там, в принципе, все просто и доступно. То есть, простым языком все описано. Вот я не обратила внимания на сайтах, например, каких-нибудь пансионатов. Начинаешь набирать, смотреть сразу, раз, там окошечко внизу. Я такой, какой-то, дайте контакт, я вам сейчас... Онлайн-консультация? Да, онлайн-консультация. Нет таких, наверное? Ну, у нас пока такого нет, но есть контакт-центр, который также, да, по номеру телефона можно набрать и обратиться в Федеральную налоговую службу, где операционист может ответить, либо ответить на этот вопрос, который интересует налогоплательщика, либо переадресовать его непосредственно в тот налоговый орган, где он проживает. И, соответственно, мы уже тут его проконсультируем. А до этого надо будет выслушать много песен, музык, красных переключений. Это не вам претензия, Виктор Викторович, конечно же. Вообще, очень хорошо консультируют при входе в налоговую там сотрудники, они прекрасно консультируют, у меня ощущение, что они знают абсолютно все, на ответы на все вопросы просто. А то есть, частый гость налогоплательщика. Я вовремя плачу налоги. Итак, идем дальше. Начисление имущественных налогов изменилось? Что происходит? Какие изменения произошли в порядке начисления? Да, с этого года у нас изменился порядок начисления налога на имущество с физических лиц. В этом году мы начали исчислять налог с учетом кадастровой стоимости. До этого расчет производился исходя из инвентаризационной стоимости, которую предоставляли регистрирующие органы, но это Бюро технической инвентаризации. С этого года у нас исчисляется налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости, которая, так скажем, приближена к рыночной стоимости. А кроме недвижимости? По земельному налогу, значит, у нас отменен земельный налог под маквартирными домами. То есть мы уже в том году его не начисляли собственникам жилых квартир, которым еще попутно приходил налог под МКД, так называемый, на землю под МКД. Сейчас он отменен, в этом году мы его также не начисляем. Единственное, что возможно в уведомлениях налогоплательщики могут увидеть данный налог, но это сумма налога, которая была исчислена ранее, и мы ее не направляли, поскольку согласно налогового кодекса сумма, которая менее 100 рублей налога, она не направлялась налогоплательщику. Вот в этом либо, ну, в смысле она должна будет направлена, либо если она превысит 100 рублей, да, либо если пройдет трехкодичный период уплаты этого налога. Соответственно, три года прошли с 2014 года срока начисления, последнего срока начисления этого налога, и в этом году возможно налогоплательщики, которые не получали такие суммы, менее 100 рублей, увидят эти суммы. Поэтому, как бы, переживать налогоплательщикам, как бы, за это не стоит, и это все, как бы, ну, в порядке вещей, то есть налогоплательщики должны будут уплатить за 14-й год, поскольку мы этот налог не направляли. Вот говорим о кадастровой стоимости, а стоимости, например, приближенной к рыночной, да, а кто определяет эту стоимость имущества, как она высчитывается, рассчитывается, какими-то... Ну, вот налоговые органы, да, и Федеральная налоговая служба являются пользователями массива данных, которые передаются из регистрирующих органов для вот исчисления и уплаты для исчисления даже, да, имущественных налогов. Ну, например, если кадастровая стоимость, то она передается, вернее, даже, так скажем, о правах и о правообладателях и кадастровой стоимости, то это органы Росреестра, да, если это сведения о транспортных средствах и их владельцах, то это органы ГИБДД, ну и так далее. Соответственно, как бы, все данные, которые поступают не инспекция, как бы, да, сама производит расчеты именно, допустим, кадастровые стоимости, лошадиные силы, они все берутся вот с данных от регистрирующих органов. И мы уже на основании тех данных производим расчеты с соответствующим налогом. То есть все стоимости у вас появляются автоматом? Да, ну, сейчас электронное, опять же, да, возвращаясь к нашему, электронное взаимодействие между структурами, соответственно, все базы, как бы, поступают в электронном виде, они обрабатываются на почти автоматическом уровне, да, и только на ручное доопределение в некоторых моментах, как бы, да, вмешательство, так скажем, инспектора для того, чтобы доопределить налогоплательщику тот или иной объект, в этом случае только происходит. Так, спасибо большое. Есть ли налоговые вычеты, и как они применяются при начислении налога на имущество физических лиц? Да, вот, исходя из того, что в этом году мы начисляем, да, исходя из кадастровой стоимости, налоговым кодексом предусмотрены налоговые вычеты при исчислении налоговой базы по выплате имущественных налогов. Что это значит? То есть, например, на квартиру предусмотрен налоговый вычет в размере 20 квадратных метров. На комнату в размере 10 квадратных метров, на живой дом в размере 50 квадратных метров. Слушайте, налоговый вычет на налог? Ну, не налоговый вычет, это вычет по кадастровой стоимости. То есть 20, вот, к примеру, если стоимость квартиры, грубо говоря, кадастровая стоимость квартиры 2 миллиона рублей, к примеру, то, исходя и общая площадь квартиры 50 квадратных метров, то, соответственно, вычет где-то приблизительно будет с этой квартиры 800 тысяч рублей. То есть налоговой базой будет являться не 2 миллиона, кадастровая стоимость, а уже 1 миллион 200. Ну, то есть не 50 квадратных метров, а сколько, 20, да, вычитается? Ну, если по-простому, то да. Вообще-то, как бы, переводится на кадастровую стоимость, уменьшение кадастровой стоимости на размере 20 квадратных метров, стоимость этой квартиры. У нас буквально минуточка до музыкальной паузы остается. Вот и думаю, задавать ли вопросы. Я предлагаю сейчас уйти все-таки на музыкальную паузу, на авторадио. И совсем скоро мы вернемся, друзья. Будьте с нами, задавайте ваши вопросы в эфире программы «Городская среда». Ну, значит, продолжим отвечать на вопросы интернет-пользователей. Вот такой есть вопросик. У двух налогоплательщиков есть квартира собственности по одной-второй доле, да? Почему у них разная сумма налога на имущество? Ну, опять же, да, это все к порядку числения налога на имущество, в связи с тем, что ранее, да, в 2016 год мы производили начисление налога на имущество, исходя из суммарной инвентаризационной стоимости. Что это значит? Например, налогоплательщик, как в вашем варианте, говорит о том, что я имею долю в одной квартире, но попутно у него еще есть в собственности еще какая-то квартира. Соответственно, при числении за прошлый год налога на имущество бралась суммарная инвентаризационная стоимость. Из этого определялась ставка налога. Например, если помнят налогоплательщики, то ставка налога, например, если до 300 тысяч инвентаризационной стоимости, там, 0,1% был, если от 300 до 500, там, по-моему, 0,146%, если свыше 500, 0,411%, то, соответственно, если складывая два объекта, вот одна вторая доля, значит, и полная стоимость какой-то другой собственности, как бы интервентаризационной, допустим, там 500 тысяч, там 200 тысяч, здесь, допустим, там 300 тысяч, грубо говоря, стоимость. Это все складывалось и умножалось, соответственно, получалось 500. И применялась вот эта ставка, ну, как бы, да, уже с учетом свыше 500 или до 500, то есть вот эта градация. Соответственно, сейчас, когда идет исчисление налога с кадастровой стоимостью, учитывается интервентаризационная стоимость. Вот, и, соответственно, возможно, налогоплательщик, который имел собственности меньше, ну, да, какую квартиру, да, соответственно, он, может быть, и заплатит меньшую стоимость, ну, как бы, меньше налогов, у которого налогоплательщика было больше, сумма налога, соответственно, он может заплатить больше. То есть тут надо смотреть по количеству объектов у налогоплательщика. Ну, то есть он задает вопрос, не зная, может быть, того, что у товарища, у которого половина... Да, возможно, он не знает, что у него есть собственность, и еще что-то есть. Поэтому много налогоплательщики часто задают этот вопрос, он такой самый насущный, ну, как бы, объясняем, что это вот такая ситуация. Так, вот еще есть такой вопрос. Уведомления об уплате налогов приходят даже на детей. Это законно? Ну, я хочу пояснить налогоплательщикам. Дело в том, что, начиная наш эфир, да, мы говорили, кто является налогоплательщиками имущественных налогов. То есть это собственники недвижимого имущества, транспортных средств и земельных участков. Если на несовершеннолетних детей были оформлены эти права, соответственно, налогоплательщикам в данном случае является несовершеннолетнее лицо. Но, соответственно, обязанность по уплате, по исполнению обязанности по уплате возлагается на родителей, так, в простом, да, вот скажу, или на опекуну. Так, буквально сейчас мы выходим на радио, и опять я вас попрошу повторить ответы. Этот вопрос продублировать, да, потому что все-таки спрашивали не один человек. Да, мы, конечно. Получается, больше минутки. Я все время дезинформирую. Продолжается эфир программы «Городская среда» на авторадио в прямом эфире студии заместитель начальника ФНС номер 12 в Вологодской области по Череповцу и району Виктор Машинский. Друзья, пользуйтесь уникальной возможностью, задавайте ваши вопросы. До конца эфира у нас совсем, ну, есть время, конечно, но не очень много. Итак, 507-717, это телефон студии. Наш СМС-портал принимает ваши сообщения на номер 2420. Вначале СМС-ки пишите мэр, пробел и далее вопрос. Стоимость одного сообщения 1 рубль 70 копеек. И комментарии или вопросы также можно оставить на официальном паблике сайта Череповец ВКонтакте. И, конечно, прямую трансляцию из нашей студии вы сможете смотреть на сайте черенфа.ру и там тоже задавать ваши вопросы. Да, Виктор Машинский, один из руководителей налоговой инспекции Череповца и района, заместитель начальника инспекции, у нас в гостях. Прошу любить и жаловать. И я попрошу, буквально за две минутки до эфира мы рассказывали о том, что, почему приходят уведомления по уплате налога на несовершеннолетних детей, на имущество. Еще раз поясню, как я уже говорил, плательщиками налога на имущество, земельного налога, транспортного налога являются собственники данных объектов. Соответственно, если право собственности оформлено на несовершеннолетнего, так скажем, ребенка, соответственно, уведомление направляется в его адрес. Но обязанность по уплате, в принципе, обязанность по уплате налогов производят родители, опекуны за несовершеннолетнее лицо. То есть даже на самого маленького ребенка, если он включен в приватизацию, является собственником какой-то доли, придет? Если оформлены права собственности на несовершеннолетнее лицо, даже младенца, так скажем, ну, соответственно, обязанность по уплате будет лежать на родителях или попечителях. Видите, а родители думают, выделили долю и сэкономили на налоге. И все, да. К сожалению, это не так. Так вот, вопросы также поступают. А что делать, если квитанция на ребенка не пришла, соответственно, личного кабинета нет? То есть идти в налоговую за получением, да, или по квитанции? Рекомендуем обратиться к нам в инспекцию, как бы для того, чтобы мы, как минимум, разобрались в причине, почему не направлено уведомление, и постараться выдать дубликат этого уведомления налогоплательщику, для того, чтобы он исполнил свои обязанности в срок по уплате налогов. То есть отмазка о том, что мы не получили, нам не пришло и так далее, этому не работает и не принимается. Ну, надо проявить свою гражданскую ответственность, да, и как минимум заранее, как я уже говорил, налогоплательщики сейчас очень много к нам обращаются, в связи с тем, что не поступают налоговые уведомления, они жаждут заплатить налоги вперед. Вот, мы объясняем, что, как бы, пока есть, ну, не то, что проблема, мы, как бы, объясняем, что налоговые уведомления еще поступят, есть время, вот, и до 1 ноября, в принципе, налогоплательщики должны все получить данные налоговые уведомления и исполнить свои обязанности в сроке. Ну, ежели этого не случится, мы просим всех обратиться к нам, но, думаю, что таких немного будет и помочь им, как бы, да, вот в этом вопросе. Вообще лучше не обратиться, да, чтобы пени никакие не капали. Да, и вовремя, вовремя заплатить до 1 декабря. Так, по имущества, налог на имущество физических лиц, есть ли льготы и кто там может получить льготы? Или мы прошлым вопросом ответили? Нет, мы говорили про льготу по транспорту налогово. А здесь другая категория? Да, здесь, ну, в принципе, они пересекаются, но немножко здесь уже в части льготы по налогу на имущество категория, льготированная категория, она сокращена, да, вот, например, налоговым кодексом предусмотрена льгота пенсионерам, также осталась льгота. Льгота предусмотрена для инвалидов, льгота предусмотрена для участников Великой Отечественной войны, для ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, значит, в Череповецкой городской думе установлены отдельные категории граждан, которые установлены тоже так же категории. Например, это дети, которые остались без предпечителей, да, или родителей, соответственно, либо несовершеннолетние дети, которых родители пенсионеры, либо инвалиды, и средний доход не превышает прожиточного минимума, да, который установлен на территории Вологодской области. Так, если говорить о пенсионерах, то им нужно тоже как-то заявляться, заявить о том, что вот мы стали пенсионером. На сегодняшний день, да, повторюсь, на сегодняшний день у нас пока действует заявительный характер по предоставлению льгот. Ну, то есть, просто в налоговой инспекции написать заявление? Да, 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 можно либо обратиться через личный кабинет, соответственно, да, написать обращение к нам с приложением копии, там, вот есть возможность приложения копии пенсионного удостоверения, либо обратиться лично к нам в инспекцию, соответственно, либо отправить почтовое управление, мы это все рассмотрим, мы, соответственно, ведем льгот. Но уже забегая вперед, я знаю, что неудобно, вот я, честно говоря, тоже сколько раз как бы об этом говорил, что на самом деле уже наш век информационных технологий, о чем мы сегодня целый день, да, разговариваем, и обменом баз между структурами, да, такими крупными федеральными, пора бы уже и задуматься о том, чтобы и пенсионерам, и пенсионному фонду, конечно. Отмениваться данными о, допустим, пенсионерах, которые имеют право на льготу, и уже вот с 1 января 2018 года сейчас есть законопроект о том, что это будет происходить в электронной лиде без участия самого налогоплательщика, и данные будут поступать в базу инспекции, соответственно, мы будем уже учитывать льготу без заявления самого налогоплательщика. Ну, все, да, все, активно. Виктор Карпович, скажите, пожалуйста, можно ли получить льготу на все имущество, которое есть в собственности, или есть какие-то ограничения? Ну, к сожалению, как раньше было, то, что льготируемая категория налогоплательщика имела право получить на все имущество, да, которое льготируется, льготу. То в этом году в связи с изменением налогового законодательства налогоплательщики, имеющие право на льготу, могут иметь право только в отношении одного объекта. Ну, например, поясню, если у налогоплательщика две квартиры, два гаража, два дома, то, соответственно, льгота будет предоставлена только в отношении одной квартиры, одного гаража, одного дома. А так-то, в принципе, льгота, она сохранена. Спасибо. То есть все остальное, там две квартиры, два гаража, две машины, это уже роскошь, да, я ты понимаешь? Ну, скорее всего. Ну, про роскошь как раз вопрос приходил, налоги на роскошь что-то говорили, он вводился, не вводился или планируется? На сегодняшний день пока такого мы не слышали. То есть не вводился, не планируется. Хорошо. Вот есть еще вот такой вопрос, видимо, человек купил новый автомобиль. Переходят ли право льготы с одного автомобиля на другой автоматически в случае его продажи? То есть человек продал, купил другой и вообще непонятно, что значит право льготы. О том, что мы уже говорим... Льгота ушла к другому покупателю. Нет, о том, чем мы говорим, что льгота носит заявительный характер, соответственно, налогоплательщик в заявлении указывает, на какой объект он имеет, ну, претендует право на льготу. Соответственно, мы на тот объект и даем, значит, льготу налогоплательщику. В случае, значит, смены транспортного средства, да, вот продажи и купли другого автомобиля, либо налогоплательщик хочет оформить на более, там, мощный, да, автомобиль по сравнению с тем предыдущим, соответственно, ему надо все равно написать заявление к нам с приложением, опять же, подтверждающего документа, для того, чтобы мы внесли эти данные по этому объекту в части льготы. Дорогие друзья, никто вам автоматом льготу не оформит. Хотите послабление, пожалуйста, в интернет заявляйте, или топайте в налоговую инспекцию. По начислению транспортного налога, я так понимаю, что никаких изменений нет? По ставкам нет, по льготам тоже нет, вообще изменений в этом году не происходило в части по уплате и начислению транспортного налога. Как автомобилисты, мы сейчас выдохнули, да? Никаких изменений в сторону увеличения нет, уже прекрасно. Я выдохнула еще в прошлом году, но почему, не скажу. Да, не рассказывайте всем, Маркарита. Далее идем. Так, пожалуйста. Сейчас прорабатывается вопрос о прекращении начисления физическим лицам, опять же, про транспортный налог, этого налога на автомобили, которые подлежат утилизации, и на них уже наложен запрет на проведение регистрации. Так ли это? Да, проработывается вопрос, вернее, даже он уже проработан, и соответствующие службы приняли решение. И у нас есть такие налогоплательщики, по которым автомобили, ну, так скажем, подлежат утилизации, но на них службы судей на приставах наложен запрет на регистрационные действия. Ну, то бишь, по-простому, грубо говоря, отчуждение ты его не сделаешь, да, этого транспортного средства. Соответственно, какие действия налогоплательщика в этом случае? Необходимо обратиться с заявлением в органы ГИБДД, значит, с заявлением, где ГИБДД проставит отметку о том, что на данный объект наложен запрет в виде ограничения регистрационных действий. С этим заявлением налогоплательщик обращается в службу судебных приставов, где приставы снимают данный запрет и уже сами направляют в ГИБДД информацию о том, что запрет снят, то есть у них тоже электронное взаимодействие также есть. И, соответственно, передают сведения о том, что ГИБДД на основании данных снимает с учета данное транспортное средство, потом передает данные в инспекцию. Мы, соответственно, с этого периода, с которого транспортное средство снято с учета, перестаем начислять транспортный налог. А до этого времени происходил такой каламбур, когда у налогоплательщиков, грубо говоря, не используя транспортное средство, мы ему начисляли налоги, соответственно, происходило как-то такое непонятное. Налогоплательщиков задавали вопросы. Ну, как так вот, я дороги не разбиваю, на машине не езжу, а вы мне еще и транспортный налог начисляете. Ну, вот сейчас вот эта проблема решена, соответственно, и всех налогоплательщиков, которые как бы есть такой нюанс, как бы просьба обратиться в данную структуру, для того, чтобы как минимум дальше транспортный налог не исчислялся. Но списание задолженности, которое образовалось на момент снятия с учета, естественно, никто делать не будет, поэтому задолженность нужно будет тоже, соответственно, уплатить. Спасибо. Так, ну что, мы уходим на рекламную паузу, на вторая зла, и совсем скоро вернемся в наш эфир. Будьте с нами. Нужно отдохнуть от наушников? Да. Продолжить общение с интернет-пользователями? Да. Сюда пойти, Маргарита. Есть вопрос от любови, или от любви, как правильно даже не знаю сказать. Полагаю, что может быть у него теме, но все-таки прочитаю, поскольку он написан. Где лучше платить налоги, в Череповце или в Вологде? Вот интересуется. Сложно сказать. Я считаю, что по уровню доходов, которые получает бюджет города Череповца, видя, как развивается динамично, и сами налогоплательщики видят, какие изменения в городе происходят в части дорог, то есть тротуары. Все это городские деньги, деньги, которые поступили в бюджет. Соответственно, мне кажется, что у нас поступления, как бы, и сами налогоплательщики, они более активные, более законопослушные, кажется, что в Череповце это намного лучше происходит. А если в целом про собираемость налогов говорить за прошлый налоговый период, в целом, есть картина, то есть много ли неплательщиков вообще? Вы имеете в виду про задолженность? Соответственно, конечно же, не все налогоплательщики исполняют свои обязанности в сроке, есть разные причины, но на сегодняшний день у нас сумма задолженности по имущественным налогам составляет порядка 254 миллионов рублей. Достаточно суммы такая внушительная. Основную долю, львиную долю этой задолженности составляет транспортный налог, о чем мы предыдущие говорили, скорее всего, что это возможно, вот сейчас, если налогоплательщики попытаются сделать, сподвигнет их на то, чтобы утилизировать эти транспортные средства, поснизить эту задолженность. Такая задолженность по транспортному налогу составляет порядка 186 миллионов рублей. Это вот машины, которые подлежат утилизации? Нет, это не все, я просто говорю, как одна из составляющих, возможно, да, потому что налогоплательщики, может, и не платят из-за того, что они не ездят на данный транспортный. Но это мое предположение, я так предполагаю. Есть и другие причины, наверное, по которым не платят налогоплательщики, но это уже другой вопрос. По налогу на имущество у нас где-то порядка 46 миллионов рублей, и по налогу на землю 22 миллиона рублей. И такая сумма задолженности у нас на сегодняшний день фигурирует по данным инспекции. Соответственно, с этой суммой задолженности мы работаем также каждый день, индивидуально с налогоплательщиками и совместно с другими структурами. Слышать его тоже, наверное, с правоохранительными органами, с органами судебных приставов, и аресты машин происходят. Соответственно, эта сумма задолженности у нас с нами периодически постоянно уменьшается. Спасибо. Борис спрашивает, не откроют ли в Заречье филиал налоговой инспекции, а то через весь город ехать далековато. Тогда придется во всех районах открывать. Все, Заречье так выбрано, да? Не планируется, но опять же рекомендую налогоплательщикам воспользоваться сервисом личных кабинетов, где они могут увидеть и узнать о начислениях налогов, о сумме задолженности, об объектах своих, которые фигурируют в части начисления имущественных налогов. В принципе, чем не офис? Практически тот же самый на диване, только еще лучше. Да, спасибо. Вот какой я вопрос хочу вам задать от себя. Скажите, пожалуйста, вот очень часто мы рассказываем о том, что налоговая проводит семинары, учебы. Вообще люди интересуются этим? Приходят повышать свою грамотность налогов? Да, конечно, у нас очень востребованы эти мероприятия. Вот как мы уже и ранее говорили, что мы выезжаем на предприятия, да, соответственно, информируем налогоплательщиков о сроках, порядке числений. У нас достаточно прогрессивный город, и люди очень интересуются именно своими налогами. Ну что же, это похвально на самом деле. Потому что нужно знать. Мы уходим в эфир Авторадио. Продолжается программа «Городская среда», и совсем у нас немного осталось времени в эфире, так что пользуйтесь возможностью, еще можно успеть задать ваши вопросы. По телефону 507-917. Абсолютно, абсолютно верно. Итак, на чем мы остановились? Итак, мы все говорим про налоги, про налоги, платите, не задерживайте. А где, а как? И вроде бы посредованно об этом говорили, но давайте все-таки. Давайте более поподробнее, как можно заплатить налоги. Но опять же, воспользовавшись сервисами Федеральной налоговой службы, это личный кабинет налогоплательщика физического лица, либо банками-партнерами, да, вот это Сбербанк, онлайн Сбербанк. Есть возможность, вот сам недавно таким способом оплатил. Очень удобно дома, не уходя никуда. По индексу документа набрал, как бы, да, вот индекс документа. У меня все реквизиты вышли, даже заполнять ничего не надо. И спокойно, как бы, указываешь сумму и отправляешь. Вот, соответственно, либо можно оплатить, опять же, в мобильном налоговом офисе, да, эту сумму. Вот, соответственно, вот. И еще возможности есть такие, как, допустим, на почте России, к примеру. Ну, любое отделение банка, в принципе, лично, либо онлайн, да. Либо воспользовавшись, опять же, ну, я говорю, уже мобильным налоговым офисом. Виктор Карпович, а можно, ну, чуть-чуть, почти личный вопрос. Вот цифрами оперируйте, все помните, вообще, где учат налоговиков? И не обижает ли вас вот это слово, которое очень любят журналисты, налоговики, налоговые инспекторы, да, служащие налоговым инспектором? Нет, совершенно нет, конечно же. Где учат? Ну, не знаю, ну, вот я лично заканчивал в свое время Санкт-Петербургский финансово-экономический колледж. Там конкретно готовили, это было еще 90-е годы, конкретно готовили налоговиков для деятельности Федеральной налоговой службы. Сейчас это все высшие учебные заведения, где есть кафедры экономического управления, да, там, юридического, значит, информатизаторы у нас также работают. Вот, поэтому все люди, которые имеют высшее образование с данным направлением, могут спокойно к нам прийти, подать свое резюме для рассмотрения и, в принципе, устроиться на работу. Маргарита, вы собрались! У предложения Махрового налоговика! Ну что, на последних минутах я бы попросила все-таки обратиться к нашим радиослушателям, интернет-пользователям, и не попросить, но предложить им рассчитать с данным, или заплатить. Для того я сюда и пришел, чтобы обратиться к нашим уважаемым горожанам, уважаемым налогоплательщикам, исполнить свою гражданскую ответственность и своевременно уплатить налоги. Наши налоги идут на развитие города, это зарплата учителей, врачей и других бюджетных учреждений, садиков, воспитателей. Вот, соответственно, поэтому хочу, чтобы все налогоплательщики своевременно и, может быть, досрочно заплатили данную сумму свою, которая будет указана у уведомлений, которая будет направлена на срок. Да, как сказала в прошлом эфире, буквально на прошлой неделе, мэр Череповца Ильина Авдеева на сумму имущественных долгов можно было отремонтировать еще 12 дорог в Череповце улице. Так что это важная информация, задумайтесь, друзья, на кого мы будем жаловаться, когда вам будет не нравиться дорога там или иначе. Ну что, на сегодня все, это была программа «Городская среда», сегодня у нас в студии был заместитель начальника ФНС номер 12 Вологодской области по Череповцу и району Виктор Машинский. Виктор Карпович, спасибо огромное вам за эфир, за то, что пришли к нам в гости. Вам большое спасибо за то, что пригласили и дали возможность поговорить, пообщаться с налогоплательщиками. Друзья, выполняйте свой гражданский долг. Сегодня для вас работала Маргарита Шорохова. Анатолий Максимов. Спасибо огромное, друзья. Мы, как всегда, встретимся в эфире Авторадио на 101.2 FM. Всего доброго, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok До свидания.